9 мая это действительно праздник со слезами на глазах. Радость победы всегда смешана с неутолимой горечью от громадных человеческих потерь. Поэтому этот день на протяжении многих лет предвосхищают мемориальные акции в честь погибших в кровавой мясорубке войны. Почтить память защитников Родины у монумента пограничникам во Владивостоке собрались сотрудники таможенной службы и пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, а также ветераны Великой Отечественной. Это наша память, а память мы должны хранить, особенно подвиги, которые живы в нашей памяти должны быть все время. И важна очень преемственность в этом вопросе, преемственность поколений, что мы сегодня и увидели. Мемориальные акции, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие воспитанники патриотических клубов, ребята из школы-интерната номер один Владивостока, подшифтной ДВТУ. Вместе с цветами юное поколение дарило ветеранам и слова благодарности, говоря «спасибо за победу». Хорошее мероприятие, замечательное, спасибо вам, ребята, так и старайтесь, живите. В пограничных войсках служил, воевал, ранения имею, ну ничего, выздоровел, легкое ранение было. Зашел я в 43-м году в военкомат в Сростках, и там не поняли, я сказал, у меня брат звали капитан, а ему показалось капитан, он говорит, пойдешь служить в пограничные войска. Служил я 44 года, служил в посетии, служил на шокотании, служил в Владивостоке. Разные должности занимал, особенно на шокотании. Там он и секретарем партийной комиссии, и председателем суда чести младшего акцесса. В общем, все должности прошел. В завершении церемонии память павших пограничников почтили минутой молчания, а бойцы дали в небо несколько залпов военного салюта. Такие мемориальные акции, посвященные победе в Великой Отечественной войне, уже традиция для пограничников и таможенников Приморья. И такая традиция – это и дань памяти, и возможность рассказать о тяжелых страницах истории страны поколениям, идущим на смену. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.